Привет, друзья! Сегодня у нас очередная косметичка на неделю, и мне сегодня потребовалась довольно большая косметичка, потому что у нас будет очень много всего. Я говорю об этом в начале каждого видео про косметичку на неделю, но я повторюсь. На что рассчитаны видео косметичка на неделю? В этом видео я рассказываю вам про косметику, которую, например, я еще не пробовала, но собираюсь попробовать, и мне нужно ее протестировать и тестировать довольно активно в течение, соответственно, недели. Или, например, что-то кончается, я хочу помочь этому закончиться, или какая-то косметика, к которой я давно не возвращалась, и надо просто напомнить себе, что она есть, и начать снова ей пользоваться. Так что это вот такая вещь. То есть в течение этой недели я не буду пользоваться только этой косметикой, но ей я буду отдавать некоторое предпочтение. Теперь, когда мы с этим разобрались, вперед в косметичку. На этой неделе у меня очень волнительная косметичка, потому что в основном это то, что я буду пробовать в первый раз. Ну, точнее, тестировать. И мы начнем с тональных средств. У меня их целых два. Это Revlon Colorstay оттенка 110 Ivory и тональный крем Artvisage оттенка 203, устойчивый, с увлажняющим комплексом и витамином Е. Они выглядят вот так. Изначально я хотела тестировать только этот крем. Вы видели его в моем видео «Собирайтесь со мной косметика, макияж с новой косметикой». Но он оказался слишком светлым для меня, и поэтому я подумала... Поэтому я решила попробовать смешать его вот с этим дальним средством, которое тоже мне только что пришло, которое тоже нужно тестировать, но оно слишком темное. И поэтому я подумала, я их смешаю. И вот сейчас они у меня на лице, и они будут у меня на лице в видео «Собирайтесь со мной пинап макияж». Оно пойдет на канал после этого, но тем не менее, я его сняла до этого, поэтому я знаю, что все будет отлично. В общем, в смешении. Они мне очень нравятся. Я собираюсь и дальше их смешивать всю неделю, смотреть, как они носятся. И, в общем, это будет мой основной тон для лица на этой неделе. Пудра у меня будет «Артвизаж». Тоже, соответственно, абсолютная новинка. Это их рассыпчатая пудра оттенка 01. Она очень-очень светлая. И ее я тоже хочу попробовать. Я ее уже несколько раз пробовала, наверное, раза два. Сейчас она тоже на моем лице. И она мне нравится просто немоверно. Она тоже будет «Собирайтесь со мной пинап макияжа». И она просто классная. Она моментально матирует кожу. То есть, вот я нанесла эти крошки часов в 10. Сейчас у нас часов в 5. И все держится довольно хорошо. То есть, я фиксировала этой пудрой. И вот сейчас перед съемками я снова ей все зафиксировала. И, в общем, мне очень нравится, как она лежит на лице. Это очень редкая пудра, которая не дает слишком пудрового покрытия. И даже в том числе в течение дня, когда вы ее наносите, она смотрится как-то очень хорошо. Поэтому я и дальше буду ее тестировать. Потому что я полагаю, что это наш кандидат на фавориты марта. Апреля. Марта. На фавориты марта. Есть. Итак, следующее. Это еще один кандидат на фавориты, которого вы также видели в видео «Собирайтесь со мной с новой косметикой». Это пудра Essence Hello Autumn Multi Color Powder оттенка 01 Autumn and the City. Это вот такая пудра с многим количеством разных цветов. Я не очень понимала, как ей пользоваться. Потом я решила попробовать ее в качестве контуринга. И она сработала просто потрясающе. Вот сейчас как раз она на мне. И она мне очень-очень нравится. Мне нужно ей дать еще какое-то время посмотреть, как она будет себя вести. Но, опять же, мне кажется, что это прекрасный контуринг для светлой кожи. Мне нужно в этом видеться в течение этой недели. Дальше брови. И первое – это карандашик Rimmel оттенка 001 Dark Brown. Его вы также видели в видео с новой косметикой. Он сейчас тоже на мне. И он мне вполне нравится. Я возвращаюсь к карандашам для бровей. Я долгое время пользовалась только тенями для бровей. Потому что мне казалось, что карандашик как-то слишком ярко смотрится. Сейчас мне снова нравится, как это выглядит. Но, опять же, для пенопообраза это очень-очень хорошо. Так что им я тоже буду пользоваться. Хочу составить про него впечатление. Пока он мне нравится. Он достаточно сухой, чтобы не оставлять слишком жирную полосу. С другой стороны, он достаточно пигментированный, чтобы хорошо все прокрашивать. В общем, буду его тестировать. Дальше это гель для бровей от Evian Sabo Fixateur. Он у меня уже несколько месяцев. И обычно я пользуюсь им, когда стригу брови. Я стригу брови. Вот эту вот часть бровей. Потому что они у меня торчат наверх. И я их как бы фиксирую, завожу наверх. Обрезаю все лишнее. Да. Проблемы у людей со слишком густыми бровями. Ну, а сейчас я подумала, что я хочу фиксировать брови просто на своих... Чтобы они были на своих местах. И я решила посмотреть, как эта крошка с этим справится. Потому что я сейчас отращиваю свои брови. Они довольно длинные, густые. В общем, нужно с ними что-то сделать, чтобы они нормально лежали. Поэтому я хочу приучить себя к тому, чтобы носить гель для бровей во время макияжа. Обычно я леню себя делать. Но сейчас я хочу себя приучить. Так что... Эта крошка. Это единственная вещь из всей этой косметички, которая не новая. Как классно. Дальше подводка для глаз. Она же была в видео с новой косметикой. Это феннел оттенка... Нет, я не помню какого. В общем, она выглядит вот так. Она была куплена в Ашане за 50 рублей. И... Ну, просто из серии. Ради эксперимента. Она, в принципе, носибельная. Не могу сказать, что она какая-то, я не знаю, хорошая или даже приличная. Ну, то есть, в общем, с ней можно работать. И я от нее ждала, что она будет совсем провалом. Но в целом она как бы... Она наносится. Мне нужно посмотреть, смогу ли я найти к ней какой-то подход. Потому что пока, конечно... Ну, с ней довольно сложно работать. И... Я хочу в течение недели посмотреть, удастся ли мне изменить они свое мнение. Может быть, как-то я к ней приноровлюсь. В общем, вот это новая крошка в моей косметичке. Следующие губы. И я начну с самой потрясающей комбинации красных цветов, которая мне попадала в последнее время. Это вы увидите в моем видео с пинап-макияжем. Это карандаш для губ Artvisage оттенка 247. Вы также увидели в видео с новой косметикой. И помада тоже Artvisage оттенка 16. И это безумно красивый цвет. Я недавно делала с ним макияж, выкладывала в Инстаграм, собрала какое-то нереальное для себя количество лайков. В общем, вам, ребята, всем это сочетание понравилось. И мне оно понравилось. И я хочу убедиться в том, что эта помада с этим карандашом мне нравится и подходит. И они долго держатся на губах. Я хочу посмотреть, как они держат, например, весь день на губах. Как они себя ведут. В общем, я буду их тестировать. И в целом, они мне просто, вот эти цвета мне понравились настолько, что я хочу носить их каждый день. То есть, вот я попробовала несколько дней назад, и с тех пор я несколько дней носила только эту помаду. Ну, не несколько, два дня. Три дня. Три дня. В общем, она мне очень понравилась, и я собираюсь ее и дальше носить в течение этой недели. Следующее, что я хочу опробовать на этой неделе, это лак для губка Трис, 8-часовой, оттенка 070 Red Volution. Я в первый раз правильно прочитала, потом подумала, вдруг я что-то не так читаю. Нет, это Red Volution. Вы это видели в видео с новой косметикой. Большинство того, что я сейчас показываю, видели в видео с новой косметикой. Но я хочу, чтобы вы знали, что я это буду и дальше тестировать, потому что я хочу составить какое-то мнение, помимо первого впечатления, которое они на меня произвели. Итак, этот блеск сейчас, точнее, этот лак, лак для губ, сейчас у меня на губах. Цвет, я просто от него балдею. Он очень яркий, он очень теплый. Что со мной не так? То есть, я бы сказала, что это потрясающий цвет на весну, потому что он очень теплый. Видите, в нем очень много рыжего пигмента, и когда вы наносите его на губы, это один из тех цветов, которые вы наносите и бум, вот этот цвет. Это как раз он, он потрясающий. Насчет 8 часов, нет, нет, при всем желании, нет. Я опять же нанесла его часов в 10 утра, сейчас 5 часов. Я его подправляла раза 3-4. То есть, он неплохо держится, но я бы сказала, что он держится как обычная красная помада. То есть, никаких там 8 часов нет, но в целом он наносит очень хорошо. Цвет прекрасный. Хочу носить дальше, хочу посмотреть, как он держится в течение всего дня. Не сушит ли он губы. Так что, это еще одна вещь, которую я буду носить в течение этой недели. И это все, что есть в моей косметичке. Как вы видите, очень много всего нового и классного. Я очень-очень хочу поскорее все это попробовать. То есть, вы можете ожидать увидеть этот макияж в туториалах, которые я буду делать, в каких-то обзорах, которые я буду делать, надеюсь, в фаворитах. И так что, ждите, скоро вы их увидите в действии. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. И люблю вас всех. Муа!